Продолжение следует... Всем привет! Это видео о нашем первом кемпинге в США, штате Вашингтон, куда мы ездили, что во сколько обошлось наше впечатление и многое другое. Как я говорила в предыдущем видео о деньгах, кстати ссылка в описании, цена кемпинга 40 долларов на две ночи. Мы ездили на уикенд в пятницу, субботу, воскресенье. Цена эта небольшая и зависит она от места и от самого типа кемпспота, то есть кемпинг у вас на одну или несколько палаток. Бронировать кемпинг стоит заранее, так как лучшие места раскупаются очень быстро. Кемпинг это очень популярный отдых в штате Вашингтон. Мы ездили достаточно далеко от дома в кемпинг около города Спокен и длинная дорога стала для нас тем еще испытанием. Кроме того, этой поездкой мы совершенно сбили ребенку режим дня и до сих пор за это расплачиваемся. Соня стала укладываться на целых 2 часа позже, чем обычно. Именно поэтому видео на канале теперь уходит реже. Но если бы не этот побочный эффект, сама поездка нам очень понравилась. И большим плюсом, кстати, стало, что можно было разводить костер. Это можно далеко не всегда. Если вы берете кемпинг, всегда узнавайте, есть ли угроза пожаров. Как всегда, комментарии приветствуются. Пожалуйста, не стесняйтесь и пишите комментарии. Это очень помогает развитию канала. Также поделюсь с вами небольшой новостью. Я наконец-то создала инстаграм-аккаунт. И да, 2020 год на дворе, а я только что создала инстаграм-аккаунт. Кажется, я отстала от жизни. В инстаграм я буду выкладывать фото мест, которые не удостоились попасть в целый выпуск этого блога, но от этого не менее интересные. Ну что же, на этом юридическое отступление закончим и вернемся к кемпингу. Сейчас лык на минералке. Сейчас лык на минералке. Мы делаем пилигрино? Да, да, вот. Вот это мы мажоры. Продолжение следует... Тёртый сыр, сосиски, суп, лазанья, шашлык, сыр, масло, буду не знать, куда ты положила. Куда ты положила? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Возможно, очень жарко. Поэтому мы сейчас на Соне Дневной сон просто взяли ее, посадили в машину и поехали покататься вокруг. Вот и здесь. Олень у кого-то на заднем заре. Он просто пробегал. Рыганья такой. Привет, олень. Рыганья такой. Рыганья такой. Рыганья такой. этой палаткой. Там такой небольшой трейлер. Это прицеп. Вот у них стоит пикап. Сзади, соответственно, нацепляется этот прицеп серебристый. И открывается багажник прицепа. И там такая мини-кухня. Вообще просто офигенно. Вот этот прицеп. Там стоят мусорные баки. Можно мусору кинуть. Рыске. Мужской туалет. Давайте покажу изнутри, потому что это просто огонь. В кемпинге туалет с душем. Еще такие чистые. Такая довольно миленькая плиточка. Здесь еще есть розетки. Мыло. Кстати, днем тут закончилась туалетная бумага. Сейчас она уже есть. Наверняка есть какое-то обслуживание. Вот эта штука, это автоматическое смытие. Так что вот такой вот туалет в кемпинге. Душ не снимаю, потому что душ там сейчас занят. Все пригодилось, было комфортно. Немножко не угадали с одеялом, потому что одеяло мы брали наше домашнее и под ним было откровенно жарко. Хотя без него было прям холодно. Дешево ли вышло? Дешево. Сама цена на кемпинг, да? Дешево. Да, да. Подготовка кемпинга, так как у нас ничего не было здесь что-то... Не сказал бы, что прям дешево, потому что нам приходилось купать все. Там палатки, плитки газовые. И плюс мы... Я бы максимально закупался, чтобы максимально не зависеть от окружающих. Потому что мы встаем рано и когда нам захочется кушать, я хочу иметь возможность... Да, у нас отличается режим дня. Да. Самим приготовить, это кушать. Теперь у нас есть, значит, стулья надувным, аккрас, палатка, плитка, газ. Немножко разнообразило наши будни. Да, если учесть, что мы в Штатах уже 8 месяцев где-то. И с момента приезда мы ни разу не брали отпуск. Нам уже успело немножко поднадоить. И съездить в пятницу, в субботу куда-то поспать в лесу это неплохо. В лесу главное с хорошим туалетом. С туалетом, с душем. И душем. Что не было комаров нас удивило. Они есть, они просто не такие дикие и не бросаются сразу в степку. Мы видели парочку, но они как-то клиниво летают. Не то, что наши асы, которые чтобы поймать нужно, чтобы умудриться. Ну, так что да, это большой плюс. И меня теперь меньше удивляет, что людям нравится кемпинг. Да, конечно, комаров нету. Ванная, туалет есть. Вообще, отлично. В лесу.